Картина дня в репортаже журналистов МТК-видео на канале ТНТ. В этом выпуске. В Магадане стартовала продажа авиабилетов в направлении Екатеринбурга. Стоимость начинается от 7,5 тысяч рублей. Реанимационные палаты на колесах. Колынские власти закупили для скорой помощи 18 самых современных машин. Кладбище или здание для кремации. В Магадане снова вернулись к вопросу о строительстве крематория. Об этом и многом другом за 15 минут. В мае уральские авиалинии запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Магадан и обратно. Самолеты будут летать дважды в неделю по понедельникам и четвергам с посадкой в Якутске. Рейс из столицы Урала – ночной. По данным специалистов регионального правительства, продажа билетов в столицу Колымы уже началась. Время полета составит 8,5 часов. Перевозчик рассчитывает выполнять перелеты на судне вместимостью 150 человек. Часть билетов планируется продавать по рыночной стоимости – около 30 тысяч рублей в одну сторону. Стоимость субсидируемых билетов для отдельных категорий жителей начинается от 7,5 тысяч рублей. Их могут приобрести только в авиакассах молодые люди до 23 лет, женщины старше 50 и мужчины старше 60, многодетные семьи, инвалиды и их сопровождающие. Дополнительным рейсом уральцы свяжут и две столицы дальневосточных регионов. Билет эконом-класса из Магадана в Якутск стоит от 8,5 тысяч рублей. В мае уральские авиалинии пока планируют выполнить четыре рейса, а в дальнейшем – примерно по 16-18 в месяц. Магаданская область получила 18 новых машин скорой помощи. Технику предоставил Ульяновский автомобильный завод в рамках заключенных контрактов между Министерством промышленности и торговлей Российской Федерации и Министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Четыре новых УАЗа будут работать на территории областного центра. Вот сейчас машины, которые пришли, они с северного исполнения, с печками, они с хорошим двигателем, который действительно может и развить скорость, и мощность, и проходимые машины. Поэтому это новое поколение машин скорой медицинской помощи. Каждый автомобиль имеет полный комплект современного оборудования для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Дефибрилляторы, ингаляторы, выкатные носилки для транспортировки пациентов, наборы медикаментов для врачебной и фельдшерской помощи. Первый, но не последний шаг в модернизацию технического обеспечения здравоохранения Магаданской области. Мы ждем вертолет. Первый из вертолетов, который начнет работать по линии медицинных катастроф, новый, из Барнаула должен прилететь на этой неделе. Автомобили распределили среди десяти медицинских организаций. Машины получат станция скорой медицинской помощи, Магаданский областной центр медицинных катастроф, Ольская, Амсукчанская, Средниканская, Сусуманская, Североэвенская, Тенькинская, Хасынская и Ягоднинская районные больницы. Техника обошлась региональному бюджету в 47 миллионов рублей. Мэр Магадана Юрий Гришан улучшил позиции в ежемесячном медиарейтинге глав столиц субъектов Дальневосточного федерального округа. Анализ ведется на основе базы СМИ автоматизированной системы, включающей порядка 46 тысяч источников – телевидения, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. В феврале Юрий Гришан расположился на шестой строчке, поднявшись в сравнении с январем на пять пунктов. Лидерами в февральском рейтинге стали временно исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк, глава Якутска Сардана Авксентьева и мэр Улан-Удэ Александр Голков. Прокуратура Магадана проверила здание городского автовокзала после многочисленных жалоб посетителей. В списке претензий – холодные стены и металлические скамейки, из-за чего многие пассажиры предпочитают ждать автобусы на улице. После визита комиссии в административном здании городского эксплуатационного центра выявили нарушение температурного режима. В помещениях около 10 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, установленный ГОСТ. Что касается второй части жалоб, то, по словам специалистов, определенные требования к скамейкам законодательством не предусмотрены. По результатам, проведенные по публикации в СМИ проверки, прокуратура установила нарушение температурного режима в здании автовокзала на 2-3 градуса ниже допустимой температуры. В связи с чем руководителю городского эксплуатационного центра внесено представление, и фактическое устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой. Вопросы с температурным режимом в здании автовокзала решат в ближайшее время. Городской эксплуатационный центр с момента внесения представления прокуратуры обязан принять соответствующие меры и ответить в течение 30 дней. Магаданским школьникам рассказали о трагических событиях времен ГУЛАГа. Сотрудники музейного комплекса в прощенное воскресенье провели экскурсии на монументе Маска-Скорби. Посетителей познакомили с историей репрессий на Кылыме с начала 30-х по 50-е годы, когда Магадан еще только зарождался. Труд политических заключенных, иностранных военнопленных и простых рабочих – все это нашло отражение в рассказах экскурсоводов. Экскурсия провести людей, рассказать, когда человек может узнать у кого-то, достойно узнать какую-то информацию. Многие люди проходят просто, потому что они здесь не были, они просто посмотрели. Их особо не интересует сама информация. Но есть группы людей, которые именно хотят услышать, узнать для себя что-то новое. Всего через колымские трудовые лагеря прошло 986 тысяч заключенных. В Магадане снова вернулись к вопросу о строительстве крематория, идея открытия которого появилась в 2014 году у предпринимателя Дмитрия Вечь. В 2015 он создал колымский мемориальный комплекс, а еще через год приобрел здание с земельным участком и обратился в мэрию с ходатайством по использованию его под ритуальные нужды. На этой территории Дмитрий хотел разместить само помещение для печи, прощальный зал, поминальную комнату, колумбарий и магазин ритуальных товаров. Сейчас у нас тепло, хорошо. Потом в сентябре-октябре что-то заметят. Мы сейчас хотим сделать то, что основное, которое выставится. Опять же, немножко проект задерживается, потому что архитекторы, люди очень такие, они детальные, с ними тоже мы сработаем. Прошло два года, но крематорий в Магадане так и не появился. В 2016-м тема его строительства гремела на всех уровнях. Прошли первые публичные слушания, на которых его поддержали, а также заседания Городской думы, где этот проект утвердили. Но из-за недоработок в документации строительство пришлось отложить. К тому же священнослужители Русской Православной Церкви выступили против крематория. В противодействии церкви тоже несколько непонятно. Существует совершенно четкий документ о погребении православных, который принят православным синодом Русской Церкви православной в 15-м году, 5-го мая. Где, собственно, не поощряется кремация, ну и не отрицается, не препятствуется ее проведению. Поэтому, собственно говоря, позиция нашей местной церкви несколько нестана. Но мы ни с кем не ссоримся, мы не будем ругаться и доказывать что-то. Мнение магаданцев о надобности городу крематория разделилось. Кто-то согласен с церквью и не поддерживает такой вариант погребения, некоторые не против. Я думаю, за. Почему нет? Ведь это же желание родственников, ну и самого человека, которого не стало, если он так, допустим, завещал. Бывает же такое. Почему нет? Я против. Почему? Мне кажется, лучше, когда человек все-таки похоронен в земле, пойти память ему отдать, посидеть на могилке. За или против? Да. За? Да. А почему? Мне это нравится. Но я не хочу здесь быть похороненным. А там, где родился. Но крематория, это как раз упрощает процедуры. Мне кажется, земли Магадана позволяют еще куда-то людей хоронить. Вот у нас в непосредственном буфе есть крематорий, был, но его закрыли. Вообще, лично мое мнение, я против. Вот вы за или против? Ну, чтобы это, да, я за. А почему вы за? Ну, потому что уже кладбища, мест уже нет нигде. 3 апреля в мэрии Магадана пройдут публичные слушания по переводу земли на объездном шоссе в зону ритуального назначения. Именно на этом участке и планируется строительство так нашумевшего в прошлые годы крематория. В случае, если магаданцы вновь поддержат проект, он будет обсуждаться сначала в городской, потом в областной думе. И только потом его можно будет реализовать. Как быть погребенным? Придать тело земле, подвергнуть его кремации или похоронить воде? Выбор индивидуальный. Но стоит помнить, что все эти варианты предусмотрены действующим законодательством, против которого русская православная церковь пойти не может. Анастасия Привецкая, Олег Калугин. Магаданское время. Магаданцы смогут определить районы для благоустройства на ближайшие три года. В областном центре начался сбор предложений для приведения в порядок городских территорий. В 2018 году общественная комиссия провела инвентаризацию, определив 12 мест, нуждающихся в обустройстве. Горожанам предлагают сделать выбор в пользу одного или нескольких общественных пространств, но не более трех. Объект, победивший в голосовании, попадет в список благоустройства первоочередно в 2020 году. Вторые и третьи начнут переводить в порядок в 2021 и 2022 соответственно. Будет организован дизайн-проекты. Они будут размещены, как и на сайте Вечерний Магадан. Будут представлены в газете, будет опубликован дизайн-проект. Будут в течение двух недель горожане могут представить свои предложения по улучшению, какие-то свои новшества, может представить по итогам. И уже дизайн-проекты утвержденные, то есть после проведения всех сбора предложений, будут также размещены на пресс-волах, которые расположены сейчас у нас на двух точках. Проголосовать можно в магазинах сети Мегамак по улице Кольцевой и на втором километре основной трассы. Лидеров опроса определяют 4 апреля. Магазин Мастерок Присылайте ваши работы на номер WhatsApp 8-994-250-5773. Все, что нужно для отделки и ремонта в строительном магазине Венат. Сантехника, лакокрасочные материалы, такелаж, хозяйственные принадлежности, крепеж, электро- и ручной инструмент. Оптимальные цены и впечатляющий выбор. Венат. Помочь в ремонте рад. Пролетарская 116. Группа «Эталон» представляет. Готовые квартиры в Петербурге и Москве. Рассрочка от застройщика до двух лет. Группа «Эталон». Офис продаж в Магадане. Телефон 617-300. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карла Макса 62. Дети, это счастье? Счастья много не бывает. 12 марта в Магадане ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью 20-25 градусов, днем 10-15 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 1-2 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 61%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова